Ты не ленивый! Есть! Еще раз! Ты не ленивый! Причина проблем с лишним весом кроется глубоко в сознании наших конкурсантов, но они еще не знают об этом. Разобраться со всеми тараканами в головах наших участников проекта «Сбросить лишнее» помогут психологи Щербакова Марина и Михаил. Смотрим на карту, что там нарисовано. Да? Рассказываем, что там нарисовано себе, в первую очередь. Что за ситуация? Если там есть герой, то как этот герой там оказался? Что он там делает, почему он там оказался? Что он чувствует, то есть, что он боится, а о чем мечтает? Все собрались в столу, и то, что когда ты хочешь что-то, ты вот такой кусок, и ты хочешь его съесть, но ты понимаешь, что на тебя все смотрят, ты не можешь это, и это еще больше разжигает аппетита, тебе еще больше хочется. Просто, во-первых, мы люблю компанию, и в том числе вкусно готовить, и не только себе, но и попытаться накормить другим. То есть я всю жизнь у диетов сидит? Кто-то, да, всю жизнь у диетов сидит, кто-то пытается, сливается и прочее, но чисто нет, сама по себе, как мы говорили, она сама по себе не работает. Ну, как бы, когда я ем, ну, допустим, моя проблема тоже в сладком, да, когда я ем сладкое, у меня вот удовольствие, ну, кайф есть от этого, все остальное ели, ну, как-то вот просто насыщение. За этой ленью как раз скрывается то, почему ты не готов к ленью. И вот это будет важнее, чем сама лень. Зачастую психологические проблемы – основа лишнего веса. То есть есть, мы не спорим, медицинские показатели, допустим, проблемы со щитовидной железой, гормональные сбои. Но зачастую это психологические проблемы, это эмоции, это сложности, допустим, с восприятием стресса и справляться с ним. Это какие-то проблемы, может быть, в семье, в жизни и так далее. И зачастую лишний вес – это как некоторый показатель, что с моей жизнью что-то не так. Ну, кроме того, здесь я могу еще немножко добавить. Когда мы срываемся, да, там, с диеты, или у нас не получается выстроить свои привычки питания, то это тоже история идет именно про наше сознание. Когда либо мы идем по старым моделям, которые нам привели в семье, там, если плачем на конфетку, еще что-то, либо другой момент, когда просто еда – это единственное удовольствие в моей жизни, и лишать себя этого я не могу. То есть некая зависимость, да, от еды происходит? Тоже, да. То есть полные люди – психически нездоровые люди? Нет. Нет. Вот тут как раз важно – психическое здоровье не связано с полнотой. Полные люди – это говорит о том, что есть какие-то в жизни сложности, с какими-то вещами им сложнее справляться, чем более худым людям. Но это не психологические какие-то там, это не психические проблемы, это не отклонения, это просто говорит о том, что есть условно в жизни проблемы, на которые нужно обратить внимание, но и с которыми я сейчас пока, возможно, не справляюсь. А, если совсем из быстрых примеров, например, да, то есть это либо вариант защиты, когда я понимаю, что лишний вес, он защищает меня и мои внутренние переживания от того, чтобы до них так проще было не добраться, да. Либо, например, когда мы говорим про руководителей, им необходим именно вес, чтобы их слово имело вес, и тогда в том числе физически, да, мы набираем в этот момент тоже вес. Ну, либо есть еще один момент, он тоже часто происходит, когда мы видим, что рядом там мама, папа, вся моя семья, они полненькие, то я тоже думаю о том, что если я буду худеньким, то я буду сильно отличаться от своей семьи. И это тоже такой момент, когда я вместе с вами. То есть, по сути, семья задает некоторый сценарий. Если в семье все любят поесть, очень сложно оставаться худым и говорить, нет, 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 я больше не буду. Мы подстраиваемся под то окружение, в котором находимся. И часто, может быть, вес, который особенно с детства тянется, это может быть просто модель, просто человек в таких условиях вырос, и он привык, и для него это комфортно.